Всем привет, дорогие друзья! В вечер воскресенья мы едем гулять в город. Вот и Айхан. Айхан, как дела? Хорошо. Куда едешь? На Регетерсен. Да, друзья, мы едем в центр. Мы едем в центр кушать мороженое и за нами, наш дом, живем мы на самом верхнем этаже и совсем рядом горы. Поэтому едем в центр. Сейчас я надену свой каску. И, надеюсь, покажу вам в этом видео что-то интересное. Друзья, пока едем, и как только я села на мопед, вспомнила такую очень важную информацию о курсах турецкого языка и других курсах, которые организуются муниципалитетом Анталии и Алании. Есть эти курсы во всех городах Турции, в том числе и в Алании. Это курсы иностранных языков английского, турецкого, русского, немецкого и арабского. Ну, конечно же, если вы хотите изучить турецкий, то это курсы турецкого. Есть два центра для образования взрослого населения. Это Халк Эйтим и Асмек. Помимо языковых курсов есть и профессиональные курсы, например, парикмахеров, кройки и шитья, работе на компьютере. Очень-очень много разных профессиональных курсов. И обычно курсы начинаются в октябре месяце. Поэтому с 1 сентября следите за информацией в интернете. И с 1 сентября обычно начинается сбор документов. Что представляет из себя сбор документов? Нужно прийти непосредственно в центр образования, взять с собой удостоверение личности, а точнее свой вид на жительство. Эти курсы доступны только тем, кто имеет вид на жительство в Турции. И прийти, написать заявление и оставить свой номер телефона. Ваш кемлик от ксерит, ваше удостоверение иностранного гражданина от ксерит. И по смс вам сообщат о том, где и когда начинаются курсы. Поэтому, если вы хотите... Кстати, в описании к этому видео я оставлю ссылку на курсы... На видеокурсах языковых. Я проходила курсы французского в прошлом году. А в этом году пойду на курсы кройки и шитя. Поэтому, если кто-то хочет, давайте пойдем вместе. В описании к этому видео оставлю всю информацию. Поэтому следите за информацией и на моем канале, ну и, конечно же, в интернете, особенно в фейсбуке. Ну и имейте в виду, что с 1 сентября начинается сбор документов. Поэтому не опоздайте на курсы турецкого языка. Очень много народу, поэтому нужно прийти обязательно в первый же день. сбора документов. Друзья, многие из вас спрашивали о том, где купить карту на автобус. Вот, например, в магазинах Салы-Пазары есть эти карты. И карты есть там, где вы увидите вот такую вот вывеску. Написано «Юклеме Ноктасы Алания Кенткарт». Это означает, вот эта вывеска над магазином означает, что здесь есть и карты, и можно положить деньги на карты. Имейте в виду, желтая вывеска написана «Алания Кенткарт» и «Юклеме Ноктасы». Есть эти «Юклеме Ноктасы» точки, где можно положить и купить. Положить деньги на карту и купить во многих магазинах в Аланье. Карта на автобус. Пластиковая карточка на автобус стоит 5 лир. 5 лир за карточку. И также вы можете положить столько денег, сколько вам нужно, и дальше пользоваться этой карточкой в автобусе. Сейчас проезд в автобусе стоит, по-моему, 3 лиры. А с карточкой он дешевле, наверное, на 50 куруши. То есть на... Получается, проезд не 3 лиры, а 2,5 лиры. И сейчас по улице 25 метров мы отправляемся в самый центр Аланьи. Вот здесь мы поворачиваем всегда на боковую улицу. И, друзья, для тех, кто любит чекёфты, чекёфты, например, мы покупаем всегда в ресторане, который называется «Чекёфты Джи Омер Уста». Очень-очень вкусные чекёфты. И несколько, по-моему, 2 раза в месяц у них есть акция. При покупке, например, одной порции чекёфты, ещё полпорции вы получаете в подарок. Вот так вот выглядит вечером одна из боковых улочек. Здесь есть небольшой парк. Чуть ранее в этом году площадь отреставрировали, но, к сожалению, залили всё бетоном. И хотелось бы, конечно, чтобы в Аланье было больше зелени. Вот, например, забетонированная площадь. И с этой стороны она тоже выглядит вот таким вот образом. Здесь тоже продолжается стройка. И по боковым улочкам. На самом деле этот маршрут у нас постоянен, потому что именно этим маршрутом мы также каждый день ездим в офис. Многие из вас любят вот такие вот прогулочные влоги. И на самом деле я тоже очень люблю сама на YouTube смотреть видео, когда просто едут по городу и снимают. И вот недавно я нашла канал одного русского, который живёт в Америке. И он просто ездит и из машины снимает улицы, города и рассказывает, что есть. На самом деле кажется просто, но очень даже интересно посмотреть, какие дороги, какие дома, какие улицы, деревья, архитектура и так далее в других городах, в других частях света, где ты никогда в своей жизни не побываешь. Поэтому сегодня вот я вам тоже покажу уже улицы ночной Алании. А у меня пришла такая идея. В Алании, как вы знаете, Алания является районом Анталии. А в самой Алании 102 микрорайона. Основные микрорайоны, центральная часть, это вот где вы отдыхаете, Конаклы, Авсалар, Окуджалар, Махмутлар, район Тосмур, Оба и так далее микрорайоны. Это всего лишь небольшая часть Алании, которую вы видите. А на самом деле в Алании 102 микрорайона. И в основном многие районы являются деревнями, где проживают сельские жители, где есть плантации, огороды, небольшие домики. И я вот о чем подумала. О том, чтобы хотя бы раз в неделю делать обзор по какому-то району, одному из районов Алании. И я думаю, что за год мы с вами, ну не раз в неделю, а может быть чуть чаще, и за год мы с вами увидим все микрорайоны Алании, все 102 микрорайона. Конечно же, я не была во всех, но я была в очень-очень многих горных районах, деревнях. А в центральных районах, конечно же, были практически все туристы, которые приезжают. Вот, друзья, мы с вами приехали на Пятничный рынок. Как вы видите, по протяжению дороги везде стоят машины. И, к сожалению, да, в Алании, особенно в центре, большая проблема с парковками. Очень мне не нравится, когда всю красоту улиц и деревьев загораживают автомобили. И когда ты идешь, ты не видишь ни магазинов, ни кафе, а только видишь автомобили. Ну, особенно, когда едешь на мопеде. Поэтому проблему с парковками в Алании тоже нужно решать. Сейчас мы на рынке. Этот рынок вы видели днем. Ну, а вечером здесь вот так вот все подсвечено. Ну, в общем, вы, многие из вас знают этот рынок. Здесь можно купить много всяких интересных вещей, сумок, футболок и так далее. Вот эта вот дорога, друзья, от центральной улицы ведет на набережную. Айхан, у тебя новая профессия, я не ищу волдун. На самом деле, вот это вот место работы мастера по покраске обуви. Да, вот это вот различные краски. И кому нужно, тот ставит вот сюда ногу и красит. Он красит обувь. Да, вот так вот берет краску и красит обувь. Так что, друзья, мы идем сегодня не в сторону набережной, а поворачиваем на вот эту улицу. По этой улице мы с вами еще не гуляли. Это улица Дамлаташ. И вот отсюда она ведет прям к пещере Дамлаташ и канатной дороге. Достаточно длинная. Айхан убежал вперед. Улица достаточно длинная. И идти по ней, наверное, минут 30 до пещеры и до... Магазин музыкальных инструментов. На этой улице, на самом деле, есть куча всяких разных интересных магазинчиков. Вот, например, магазин музыкальных инструментов. Вот это вот традиционный турецкий музыкальный инструмент называется ут. Ут. И стоит он 500 лир. 500 лир наличкой. Есть также гитары. Кэкне. Тамбур. Вот это вот стоит 550 лир. И очень много разных гитар. Также есть вот такие вот традиционные скрипки. Такая стоит, например, 50 долларов. А вот это стоит 70 долларов. Очень красивые, конечно, здесь музыкальные инструменты. Потрясающие. Вот такие вот стоят 1100 лир. В общем, кому нужны музыкальные инструменты, теперь вы знаете, где найти традиционные турецкие инструменты. 875 лир. Вот этот инструмент называется баалама. Посмотрите, какая красота. Сейчас Сайхан нам сыграет на бис. Человек у вас. Ага, сейчас. Тут чуть-чуть, ничего надо было. Нет, Дахабюкал. Возьму чуть-чуть побольше. Майхан погромче. Здесь большое количество шляп и вот таких вот тыкв. Тыквы вот эти вот, традиционные для Аланийского региона. Это лампы, они также ручной работы. И можно найти много-много-много цветов этих тыкв. Сначала они выглядят вот таким вот образом. Сначала тыквы чистят, вычищают полностью внутренности. Потом просверливают вот такие вот дырочки. И далее уже в вот эти вот отверстия вставляют вот такие вот пластиковые шарики различных цветов. И когда лампу включаете, она светится различными цветами. А вот так вот выглядит еще нечищенная тыква. Она еще полная. Ее очищают. И далее получается вот такая вот красота. А еще на этой улочке мы нашли магазин с антикварными товарами. Вот, например, вот такой вот антикварный. Я даже не знаю для чего он. Для кофе, наверное. Стоит такой 550 лир. Сказали, что это античные вещи. Вот это вот для кофе. Варить кофе. Сколько она стоит, неизвестно. Но вот такие вот интересные, аутентичные вещи. Ну, вот это вот, конечно же, новая. Стоит 65 или 5 лир. Вот это стоит 25 лир. Ну, а вот это, наверное, так же 500 лир стоит. Есть еще айханбунэйчимбур. Айханбунэйчимбур. Вот эта вот штука стоит для сахара. Продавец говорит, для сахара 300 лир. Вот такая вот красивая вещь. Я очень люблю старинные вещи. А, вот это вот для кофе, да, друзья. Все правильно я сказала. Средний размер стоит 600 лир для кофе. В османском вот таком стиле. Потрясающе красивые вещи. Вот такой вот, например, кувшин. Для воды, для айрана. Потрясающие красоты вещи. Ну, вот это вот тоже для кофе. Тоже для кофе. Стоит 450 лир. Видите, даже в Аланье есть вот такие вот античные магазинчики. Здесь еще какие-то старинные монеты. Бризанск, говорит, византийский. Копи мы? А, копия византийских монет. 50 лир. Вот такие вот византийские монеты. Ну, а вот это вот для кофе. А вот этому вот предмету 200 лет. Штамп. Есть даже штамп. Штамп производителя говорит, что это приехало с Азербайджана. И это знаете для чего, друзья? Как вы думаете, для чего вот этот вот предмет? Никогда не догадаетесь. А на самом деле для того, чтобы мыть ноги. Представляете, вот эту вот штуку, она вот так вот стоит, ее переворачивают. Вот сюда вот ставят ногу и поливают вот из этого графина, моют, моют ноги. А вот это вот самовар. Самовар. А, русский самовар. Катинева. Ивана Катинева. Фабрика, наверное, Ивана Катинева. Да, есть все штампы. Семь штампов вот этой вот фабрики. Потрясающей красоты вещь. Не когда были самовар? Буйок. Буйок. Бешусь долларов. Пятьсот долларов вот такой вот самовар стоит. Потрясающей красоты вещь. Посмотрите, какие у них детали. А вот этот вот из Ирана. Боноказа. Также вдалеке проезжает туристический трамвайчик. А мы с улицы до Молоташ опять решили свернуть на центральную улицу, потому что немного устали. И также для того, чтобы еще раз прийти сюда, пройти дальше по этой улице и увидеть еще много разных интересных и красивых магазинчиков. Вот тоже одна из боковых улиц в центре. В конце этой улицы находится ПТТ, почта. И здесь, в этом районе, очень много магазинов с музыкальными инструментами. Видите, даже нам помахали. Помахали. Помахали рукой веселые ребята. Здесь очень много ресторанов. И мы опять возвращаемся на улицу Ататюрка. Ататюрка. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. И оно было интересным. Поэтому еще раз повторяю вам то, что смотрите боковые улочки, ходите, гуляйте, изучайте Аланью. Ну, и, конечно же, приезжайте на отдых. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok